Дорогие зрители, добрые дни! Я Карен Григорьев. И мы начинаем дебаты шоу. Сегодня у нас в студии Арсений и Софина. Мы будем обсуждать тему «Манипуляция – это хорошо или плохо?». Я еще раз попрошу наших участников представиться и немного рассказать. София, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут София, мне 19 лет. Я получаю высшее образование на данный момент. Увлекаюсь музыкой, на пиано, на гитаре включительно. Я люблю петь и очень много времени углядаю саморазвитию. Здравствуйте, меня зовут Арсений. Я также учусь в ВУЗе в направлении менеджмент. Интересуюсь различными видами заработка, музыкой, игральной биоанимой. В чем мы составляем с Софией? Конкуренцией. Конкуренцией. И сегодня пришел на дебаты по споре с ней, по поводу следующей темы, которую мы сегодня даем. Итак, тема наших дебатов – манипуляция. Это хорошо или плохо? София, попрошу представить Ваш тезис. Первый мой тезис звучит так. Манипуляция помогает экономить ресурсы. Давайте рассмотрим, например, представим ситуацию. Человек приходит в магазин и видит рекламу, объявление, о том, что он может приобрести шопер, нынче популярные тканевые сумки. И это мотивируется тем, что он защищает экологию, приобретая этот товар, он экономит, потому что это выгоднее один раз купить шопер, чем в следующий раз приходить и покупать пластиковые пакеты. И также тем, что он соответствует современной модным тенденциям. Следовательно, узнав эту информацию, покупатель желает приобрести этот товар, чем исполняет желание рекламотворителя. Исходя из вышеозвученного примера, мы понимаем, что манипуляция – это эффективный психологический инструмент, который позволяет сэкономить ресурсы для улучшения экологической обстановки в мире. Итак, мы выслушали аргументацию в защиту манипуляции. Манипуляция в маркетинге. А7. Какие ваши контур-аргументы? Манипулирование людьми в магазинах может быть неэффективно, потому что они могут не купиться на данные трюки, различные уловки со стороны маркетологов, и не поменять привычные свои действия, которые они привыкли, допустим, ходить в магазин с какими-то своими, возможно, пакетами, или каждый раз купать его в магазине, потому что, допустим, шоперы они будут оставлять дома, забывать, и они пропустят эту акцию мимо себя и не будут следовать данной тенденции по защите природы. Отлично. Вы выступили, выслушали контр-аргументацию данной тенденции. У участников есть по три вопроса друг к другу. Пожалуйста, Аксений, ваши вопросы. Софья, почему вы думаете, что людям будет интересно данное предложение от магазинов по приобретению шоперов? Софья, пожалуйста, Аксений. Мой ответ. Людям может быть интересно это предложение о приобретении шоперов, так как в наше время, 21 век, очень широко распространены и СМИ, и медиа, и часто там поднимается то, что сейчас популярно и интересно людям, и тема моды тоже там затрагивается. И непосредственно, я соглашусь, не все люди, но определенно найдется такой контингент, который будет следовать этим синдентам и собственным желаниям. Мы не будем затрагивать. Арсений, ваш второй вопрос. Софья, как вы думаете, магазины должны завлекать людей и навязывать им то, что они должны любить природу, беречь ее, если именно природа абсолютно все равно, и забудут только их проблемы, но не экономить? Мы не будем затрагивать. Спасибо за вопрос. Это можно существовать рядом других маркетинговых ходов, например, использование видеороликов, провокационных плакатов, например, размещение рекламы на билбордах, что бывает часто эффективно, потому что маленькая количество информации выключается и доносит информацию до зрителя. Арсений, ваш третий вопрос. Софья, как вы думаете, выгодно ли для магазинов ввести такую компанию по продвижению шоперов и экологичных других средств защиты природы? Это однозначно имеет пользу, потому что они продают свой товар и также поднимают в остро стоящую тему в мире, чем повышает внимание людей, активно защищающих проблемы экологии и привлекают их к себе, соответственно, набирая новую клинику. Итак, у Софии есть три вопроса контраргументации Арсения. Почему, Арсений, ты считаешь, что производство шоперов может сказаться негативно на имиджем магазина? Потому что покупатели в этом магазине у них есть, возможно, какие-то устоявшиеся привычки. Они хотят, если это какой-то брендовый дорогой магазин, они, возможно, хотят ходить с пакетами из магазина, чтобы люди видели, куда они сходили и какой товар приобрели. А из-за шопера этого не будет видно. Там будут другие надписи и слова. Разве мешает формат другого пакета размещать на нем брендовые лозунги и, соответственно, саму символику бренда? Арсений. А это зависит от условий, которые обсуждает магазин с производителем шоперов. Если они захотят принять эту слову, то возможно, получится анализовать. То есть чисто теоретически, человек все еще может использовать и носить на себе символику того или иного бренда, который ему симпатичен, и в то же время защищать экологию используя те самые шоперы. А в среднем? А в это конкретное дело? Да, человек может это делать, если ему неудобно. Удобны сами шоперы. И он согласится с компанией, магазином по продвижению. Арсений, спасибо. У нас прошел первый раунд дебата. Мы выслушали два противоположных мнения по поводу использования манипуляции в маркетинге. Каждый участник задал по три вопроса своему оппоненту. Переходим ко второму раунду. София, пожалуйста, ваш тезис. Мой тезис заключается в том, что манипуляция позволяет быстрее достигать своих целей. Докажу это тем, что давайте на примере рассмотрим обстановку рабочего коллектива. Главному представителю отдела необходимо достигнуть тех или иных целей для реализации целей компании и непосредственно своих интересов. Он может воздействовать на сотрудников мотивационными фразами используя инструменты манипуляции. Например, он может сказать, что при достижении этой цели человек может реализовать себя, он может получить продвижение по карьерной лестнице и получить дальнейшие способы развития себя как представителя данной профессии, в которой он работает. Давайте мы перейдем к вопросам Арселия. Арселия, пожалуйста, ваши первые вопросы. Первый вопрос к Софии. Что будет с работником, если его так замотивировали и манипулировали, но в какой-то момент он решает поменять род своей деятельности и заняться абсолютно другим? Потому что поймет для себя, что он занимается и не успеет. Это, конечно же, вопрос, все люди разные. И если человек мотивирован, он работает, он работает усерднее, но, да, замечены тенденции, что в течение двух лет он работает прогрессивно и потом он может изменить род деятельности. Следовательно, компания ищет другого специалиста, который предыдует свое место. Арсений, пожалуйста, второй вопрос. Как человек будет относиться к своему руководству, если поймет, что его обманывали и обещанное приближение по карьерной лестнице не происходит? Если такое происходит, человек, непосредственно, тот, над кем совершали манипуляцию, распознает, и он может начать некоторые переговоры с вышестоящим руководством, чтобы изменить те или иные условия своей работы на этом месте. Арсений, пожалуйста, ваш третий вопрос. Третий вопрос к Софии стоит в том, что если человек высококвалифицированный и в какой-то момент он понимает, что им пытаются манипулировать, это ему не нравится, он пишет заявление на увольнение. Это может негативно сказаться на будущем компании. Спасибо за вопрос. На самом деле манипуляции можно рассматривать как вариант игры. Часто люди знают, что ими манипулировать, и, используя этот инструмент, они также начинают манипулировать человека, в случае чего достигают цели. Здесь получается обе стороны достигнуть своих целей. Мы закончили раунд вопросов Арсения. Арсений, перейдем к вашей контр-рагументации. У вас есть три минуты. Первое. Первый контр-рагумент. Может ли когда человек понимает, что им манипулируют, ему может это не понравиться, и он без раздумий покинет компанию, потому что не держится за нее, он знает, что он квалифицирован на специалист, и найдет себе место в компании, которая будет его уважать и не будет играть с ним в такие игры. Второй аргумент. Если человек понимает, что им начинают манипулировать, у него может возникнуть личное неприятие к тому, кто этим занимается, и, исходя из этого, продуктивность из-за их взаимодействия компании может снизиться. И третье. Он попытается дать понять, что он понимает то, что им хотят манипулировать, и извлечь из этого какую-то личную прибыль, личную выгоду для себя он тоже захочет. И предложит некоторые условия, которые будут выгнаны. Мы выслушали три контраргумента к тезису о манипуляции на работе. София, пожалуйста, ваши три вопроса контраргумента на работе. Ссылаясь на твой последний вопрос, человек получает, может получить личную выгоду, следовательно, манипуляция играет и ему на курсе тоже? Он может получить личную выгоду, но если он находится в безысходном состоянии, когда он не может уйти, не может найти себе другую работу, и он будет цепляться хотя бы за какой-то шанс, призрачную выгоду для себя. Стоп! Мы выходим на тайну. София, ваш второй вопрос. Рассмотрим случай, если человек ограничен договором, и он распознал манипуляцию, но он не может покинуть рабочее место, он же все равно выполнит то, что необходимо манипулятору. Верно? Арсений, ваш ответ. Есть такой термин, итальянская забасловка, это когда человек делает ровно то, что прописано в его обязанностях, и очень часто это приводит к тому, что компания, наоборот, начинает работать не так эффективно, как должна была. София, ваш третий вопрос. 15 секунд. Мой третий вопрос. Если человек очень сложно на самом деле распознать манипуляцию, это какое-то высокое искусство, какова вероятность того, что человек это сделает? Арсений, 15 секунд на ответ. Вероятность этого зависит сугубо от человека. Некоторым, может быть, без разницы то, что им манипулируют, и они хотят получить выгоду, только которая была подписана их контрактом, получить свои деньги на все остальное и на все. Мы закончили второй рамп дебатов. Мы определили, как относится к дебатам на работе, как относится к манипуляции на работе. Перейдем к третьему рампу. София, ваш тезис. У вас три минуты. Мой тезис заключается в том, что манипуляция может совершаться в интересах субъекта, который манипулирует. Хочу это объяснить на достаточно простом и понятном примере. Надеюсь, все знакомы с мультфильмом компании Disney «Рапуцет запутанная история», думаю, все знают эту сказку, там происходит момент, когда непосредственно главная героиня хочет покинуть место, в котором она живет, но ее родительница, ее мать всячески ей в этом отказывает и в какой-то момент повышает голос, чем пугает своего ребенка. и тогда она совершает манипуляцию и выставляет виноватой свою дочь. Непосредственно она говорит «теперь я плохая», заставляет почувствовать ребенка вину. Тогда непосредственно Рапунцель чувствует себя виноватой по отношению к тому, как она поступила с матерью, ослушалась ее и понимает, что ее желание не так сильно, как было. Тем самым, совершив эту манипуляцию, ее мать, ее субботы, она оберегает свою дочь от опасности мира, которые ждут ее снаружи, ее местожительства непосредственно. То есть она защищает ее, проводя эту манипуляцию. Мы вложили сюда отселенный, пожалуйста, ваши три вопроса. Что, первый вопрос. Всегда ли манипуляции могут уберечь человека от внешних факторов воздействия? Относится манипуляция. Конечно же бывает, что манипуляция. Чаще всего она, если она работает в интересах субъекта, она работает к лучшему. Конечно, бывают нюансы, но если она проведена качественно, она убережет человека, на который манипулирует. Василий, пожалуйста, ваш второй вопрос. 15 секунд. София, когда человек поймет, что ее манипулируют, откроется правда, отношения между манипулируемым и манипулятором могут ухудшиться? Как это не может? Спасибо за вопрос. Я понимаю, и да, это имеет место, риск всегда есть. Но если субъект, над которым манипулируем, не понимает, что манипуляция была совершена ему на пользу, и она сработала качественно, ну, в плане, что ему она полезна, отношения можно наладить, это поможет. Спасибо. Арсений, ваш третий вопрос. 15 секунд, пожалуйста. Если человек понял, что ему манипулировали, но это не пошло ему на пользу, он считает, что вся манипуляция была ему только в объекте, сделала его жизнь в хуже. Как он будет относиться к тому, кто это совершил? Спасибо. Здесь также можно обнаружить выгоду, которая была совершена из-за манипуляции, приобретая такой опыт, когда человек обнаружил манипуляцию на негативе сказалось, он будет внимательнее в будущем, то есть он уже не будет ловиться на эти ловушки, отношения будут обострены, но всегда есть шанс на их исправление. Мы получили третий ответ на вопрос. Перейдем к контраргументации. Арсений, у вас есть три минуты, чтобы привести свои контраргументы. Аргумент состоит в том, первый аргумент, когда человек, который манипулировали, осознает то, что он подвергся манипуляции, его отношение с тем, кто это делал, может резко ухудшиться и это сказаться на его будущей жизни. Если им манипулировал кто-то близкий. То есть мы говорим о формировании моральной травмы. Правильно? А Семьи, какие еще последствия могут быть у манипуляции? Из-за манипуляции жизнь человека может свернуть в абсолютно другую сторону, в отрицательную, нежели в том случае, если манипуляции не происходило. Арсений, кто несет ответственность за результаты манипуляции? Третий аргумент. Если манипуляция плохо сказалась на жизни человека, которому манипулировали, ответственность за это в первую очередь несет тот, кто этим занимался. А кому приходится расправить, кто пришел объект манипуляции? Если это семья или близкие, то они будут расслабить вместе, но если же нет, то естественно решать все вопросы, после этого все проблемы будет тот человек, который поддался данным действиям. Итак, мы выслушали контраргументацию Арсения. София, пожалуйста, у вас есть 30 секунд на подготовку вопроса. У вас есть 15 секунд на первый вопрос, пожалуйста. То есть чисто теоретически ты не отрицаешь возможность того, что налаживание отношений в случае манипуляции все-таки возможно, и она может привести к какому-то позитивному положительному итогу. Арсений, 15 секунд на тот. Да, но только в том случае, если манипуляция не привела к каким непоправимым негативным последствиям для того человека, на кем она была совершена. В ином случае она может просто никогда не захотеть налаживать контакт с тем, кто это производит. Топ. София, 15 секунд на второй вопрос. Вернемся к тому, что манипуляция это инструмент, который без и качественно владеть, его практически невозможно обнаружить. Какова вероятность того, что ребенок сможет это сделать? Арсений, 15 секунд на второй. Возможно, сразу ребенок это не сможет сделать, но когда он вырастет и осознает себя, он может понять, что подвергался манипуляции, это может плохо сказаться на будущих отношениях. Спасибо. София, ваш третий вопрос. Если манипуляция манипуляции как отдельную тему, она достаточно обширная, немного нюансов и патентов, даже взрослый, человек среднего возраста не сможет распознать, что была совершена манипуляция. Разве возможно в таком ключе говорить об успешности? Арсений, 15 секунд на второй. Если манипуляция происходит незначительно и человеку никак не мешает жить, он может ее и не заметить, но ему могут помочь это сделать другие указательные манипуляции, то, что ему не упорируют. Итак, коллеги, мы закончили третий раунд демократии. О том, какая сторона победила, мы предоставим возможность решить нашим зрителям. На этом вопрос обсуждения манипуляции мы закончим.